Музыка 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 50 лет от тяжелого труда по Сфариту. Есть такие? Нет таких. Будут такие. Будут. Ну что, дорогие друзья, самое главное, я очень рад, что этот праздник у вас наступил у коллектива сплоченного, дружного, который стремится всегда к новым победам, к новым целям. И я надеюсь, что все у вашего коллектива, у этого дружного коллектива будет хорошо. И с Сфариту! Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые ветераны, уважаемые работники фосфорита. Прежде чем сказать вам слова от себя, хочу передать поздравления от губернатора Дрозденко Александра Юрьевича. И вице-губернатор также звонил, который курирует наш район. Они, к сожалению, не смогли сегодня приехать. Вчера здесь было большое мероприятие, проводил полпред. Поэтому каждый день в один район, наверное, невозможно ездить. Передаю слова поздравления, наилучшее пожелание. И сегодня нам 50. История полувековая предприятия богата яркими, значимыми событиями. Начиналось все в 1963 году с горно-обогатительного производства. Затем химия, всесоюзная стройка, пуск, ввод объектов, освоение мощностей, активное развитие жилья, строительство объектов соцкульпыта. Фосфорид в те годы был лидером в отрасли, лидером среди предприятий России. Ну а затем, как и у многих, перестройка, ускорение и нулевые годы. К сожалению, в 21 век предприятие вошло не очень, скажем, мягко, не в очень хорошем состоянии. Примите самое теплое поздравление от имени руководства компании Еврохим, промышленная группа «Фосфорид». С праздником, с юбилеем и с наступающим Новым годом. Мы желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе и просто в жизни. Благополучия вам и вашим близким, бодрости духа, оптимизма и всего самого лучшего. С праздником вас! Сегодня закрыто. Не как человек, который работал очень тихо в Кингисеппе и на партии, и на исполнительной работе. Я в то время знал, что Кингисепп – это доминанты в развитии района. И Севского горкома в партии не зазорно был уходить даже секретарям горкома работать просто в коллективе «Фосфорид». Это было четко. Какие секретари горкома, помните, Вениамин, потом у нас был Скобелкин, живем там хмурый, хрустноватый, отстаивал сюда позиции и так далее. Я курс себе с военной вредил, но он был партком, фосфорид, его секретарей, рамбов. Это всегда люди были крайне уважаемые. Это не Федератской области. Нет, чего сердце. Я все бросил, у меня сегодня наступление за полога было. Слушай, ну не могу не приехать, потому что в последний раз я тогда весь с премьером был, дрем его там, дрем его, вы большая. Я говорю, девочка, давай, давай, раз, не вручил. Потом говорю, надо обязательно одну стакан выпить. Он не выпил, чуть-чуть оставил, вот это не могу. Ну, нетренированными не могу. Вот, как сейчас он, по-моему, он сейчас, знаете, по-моему, так вот. Вот, прекрасный человек, как-то, и поэтому все в глаза, все в порядке. Еще раз, с праздником! И дай Бог, что последний, как его сохранится, будет лучшим предприятием Ленинградского области. Я в это верю. Спасибо, с праздником! Уважаемый Владимир Леонидович, уважаемые ветераны, коллектив «Посфорит», гости. Присоединяюсь к словам Вадима Анатольевича, вот, к его эмоциям, потому что, действительно, 50 лет – это зрелый, это красивый. Это такой юбилей, когда можно обернуться, посмотреть назад и с гордостью сказать, что сделано в этой жизни. А ведь сделано, на самом деле, очень многое, потому что «Посфорит» и «Кингисепп» – это два общих слова. Потому что, когда начинал строиться «Посфорит», выстроился город «Кингисепп». Он увидит сегодня современный облик благодаря «Посфориту». Потому что были выстроены практически все объекты «Посфорита». Школы, детские сады – тоже благодаря «Посфориту». Да, сегодня, пожалуй, каждый житель «Кингисеппа» и, наверное, поколение новое – это все либо работники «Посфорита», либо те, кто с ним имел какие-то отношения. Это действительно так. Поэтому, когда нас Вадим Анатольевич спрашивает про «Кингисепп», всегда спрашивают, а как там дела на «Посфорите». Мы всегда с гордостью отвечаем, что на «Посфорите» дела замечательные. И Вадим Анатольевич часто тоже очень постоянно, как с ним начинаем общаться, начинается «Посфорит». Действительно так. Конечно, сложные времена были. Были 90-е годы, когда развалился «Союз», когда «Посфорит» простоял несколько месяцев, но в том числе и жизнь, все помнят, жизнь в городе тоже замерла. Но благодаря, в принципе, эффективному руководству, благодаря тому, что произошло, сегодня «Посфорит» имеет в своей отрасли самые высокие показатели. Пожелать вам здоровья, счастья, мира, добра, а «Посфориту» развиваться и завоевывать высокие показатели в экономике, зарабатывать деньги, тогда у нас в бюджете будут средства, и тогда народ будет жить лучше. С праздником, с ювелирием! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 И хочу сказать огромное спасибо всем, кто работал на ВСВИТ. И когда было очень хорошо в советский период, и когда было сложно в 90-е годы посварить выжил, не сдался, люди не сломались, хотя было очень тяжело, мы об этом времени все вспоминаем, не только город, но все стояло, и торговли, и не было налогов, и ни в местный бюджет, и никуда. И еще скажу по просьбе в дирекции Еврахима, посварить руководство вашего предприятия, одна из улиц города Кингисепа, а именно улица, на которой будет построен в 7-м микрорайоне Ледовый дворец, решением Совета депутатов города Резиногласна будет названа улицей почетного гражданина Кингисепского района Юрия Анатольевна. Возвращая шага. АПЛОДИСМЕНТЫ Визитный карточек, это собор Святой Екатерины, завод Фосфори, они были, есть и навсегда останутся. Никто не забудет из нас, и мы не позволим, наверное, будущим поколениям это сделать, потому что есть традиции. Традиции, которые вы заложили, те семена, те всходы, даже можно сказать, которые вы заложили, строят этот комбинат. И сегодня в зале мы понимаем, что находится большинство ветеранов, люди, которые уже отдали свой долг родине, очень великолепно трудились и получали от этого на самом деле удовольствие. И мы сегодня обязаны именно таким подходом подходить к нашему молодежи. И, наверное, мне так чувствуется, я верю, что вы видите, что мы именно такие поступки и делаем. Сегодня развивается Кингисепп, строится на тех фундаментальных вкладах, которые сделало предшествующее поколение, сделали вы. Та инфраструктура, которая сегодня начинана в городе Кингисеппе, она развивается, модернизируется. У нас огромные планы, и вот сегодня мы обсуждали, сколько все-таки будет сделано в ближайшее время. Пошли что-то на полтора миллиарда рублей в Кингисепп будут сделаны инвестиции, начиная с ледовой арены, заканчивая плавательными бассейнами, физкультурно-раздорожительными фоками, домами культуры, которые становятся на ремонт по очереди. На этом очень тяжелом поприще. Ведь на самом деле фосфорит же мог бы не работать. Это страшно подумать, у меня аж мурашки сейчас пробежали по спине. Это конец городу, мне кажется, было бы тогда. Но именно промышленники, именно люди, которые по призванию пришли тогда в тяжелые времена на фосфорит. И сегодня Анатолий Викторович здесь в зале дремов, который, я считаю, сделал просто колоссальные тогда подвиги и завод работал. Александр Юрьевич Дрозденко, когда работал главой администрации. Это была сильнейшая команда. Надеюсь, мы также работаем и еще много привнесем в развитие района и города. И, конечно, очень приятно, что компания Еврохим продолжает инвестировать в основной капитал. И очень радостно, что будет строиться скоро жилье. Фосфорит опять начнет строить. А вы видите, что мы сегодня строим в Кегисеппи одновременно 300 тысяч квадратных метров жилья. Даже самый пик развития фосфорита, это не укор, это просто я хочу подчеркнуть, не было такого бурного строительства. По 50-70 тысяч квадратных метров жилья мы будем вводить теперь ежегодно на протяжении 7-10 лет. Такой задел уже сделано. Это опять же жилье для ваших детей, для будущих поколений, для специалистов, которые должны приехать и работать на новом производстве, которое будет строить компания Еврохим. Поэтому я думаю, что вам есть чем гордиться за себя, и есть чем гордиться за общие дела, которые делаются сегодня в Кегисеппском районе, в городе Кегисеппи. Кегисепп будет процветать в будущие годы, к нам подтянется молодежь, к нам она уже едет. Скоро Кегисепп мы не узнаем, это будет 60-тысячный город, за 5-7 лет к нам прибавится еще 10 тысяч населения. Поэтому мне хочется верить, что наше будущее будет прекрасным, и очень хочется верить, чтобы вы все это увидели, ощутили на себе вот эти все новые инновации, которые будут происходить. Хочу пожелать всем вам здоровья, процветания, мир вашим семьям, чтобы все беды обходили нас стороной. В канун Нового года хочется пожелать, знаете, самое простое, как мы иногда желаем друг другу, пусть все плохое останется в этом, в 13-м году, а все хорошее мы с тобой возьмем на следующий год и приумножим вместе. С праздником, с юбилеем, посварительно! В Черелухаре вообще занималось все то, на чем мы здесь стоим, сидим, где мы сейчас живем и работаем. Огромное вам спасибо. Спасибо за все огромное производственное площадь, которое вы включаете, что видите, за мной, в которой она находится. За этот прекрасный город, который очень, он не только красивый, но и очень чистый город. Здесь много прекрасных, замечательных людей. Также я хотел бы сказать огромное спасибо тем людям, которые сейчас работают. Посмотрите, на самом деле, это очень легкий, тяжелый труд. Спасибо вам за теплые слова и за ваши аплодисменты. Как говорится, хочется, чтобы уже развернулось и еще шире развернулось. Золотой голос России. Лирический террор. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Универсальный певец, исполняющий эстрадные и классические произведения. Начинаете обладать. В его репертуаре звучат популярные романсы, русские, народные и неаполитанские песни. Под ваши бурные аплодисменты. Он не один выйдет на эту сцену, но под бурные аплодисменты и вздох непрекрасных милых дат. Давай споем. Игорь Самарин. Ваш бурные аплодисменты. Ваш бурные аплодисменты. Ваш бурные аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эти глаза на кроке ярче и всё в тепле Эти глаза на кроке чайно рассвета Эти глаза на кроке шой-шой раз Пусть я падаю, пусть Пусть я падаю, пусть я падаю, пусть я падаю, пусть я падаю Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Уже можно начинать аплодироваться Автор более двухсот популярных песен Автор музыки к фильмам Победительский Петербург, Мастер и Маргарита, Небо и Земля, Екатерина Пусть Её, Суперкинок, Карас Пусть и Многие другие Аплодисменты Пуруни Вы готовы? Вы готовы? У нас воспрещение хорошее, облегченное ещё для вас поёт Игорь Корнелёв, спешаю! АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто потрясён Тот и вечер, тот и вечер, здравствуйте! Огромное вам спасибо За бурно-блогу и прекращающуюся овацию С которым вы встретили вот так Ой, щас, пойми! АПЛОДИСМЕНТЫ Все пошло Мы расстались как всегда, навсегда А меня привёл сюда Месяц мой Опять плывут дома И я схожу с ума И грустно не взначале А просто месяц мой Месяц мой День рождения и тебе День лет Помню я принёс с собой Пистолет Килограмм конфет И имелосьмлет Десятилетний юмилей Радости вам, счастья, здоровья, удачи, любви и, конечно же, процветания! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok